добрый день друзья случайные зрители сегодня мы хотим вам показать обзор дома который мы оформляем за материнский капитал приятного просмотра вам ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь кто еще не подписывался будем вам показывать обзор дома вот это улица наша вот начинается вот здесь зеленый забор это уже наша территория ворота заезд для машины вот это дерево вроде как то ли персик то ли чего вот уже он опадает падает зелые падание идет падает персик или чего это такое не знаю точно еще как-то название по-другому на персик от крупнее это как-то по-другому называют здесь шелковица дерево вот калитка ход и вот до лишнего здесь кончается наш участок вот такая наша улица то продолжается дальше тут домик живут конечно тут мужчина живет один там он домик живут держат кур все прочее прочее заходим в калитку сразу попадаем во двор вот этот живой дом дом саманный оббит вагонкой фундамент стоит крепкий сразу при входе как говорил за вишней там это вишня вот это дерево черешни стоит вот здесь сразу вода вот вода заведенная в огород колонка вот такая питьевая открываешь и она бежит вода чистая хорошая без запаха без запаха без вкусов хорошая вода вода очень хорошая в доме газа нет одно электричество только подключена давайте пройдем в дом посмотрим первый дом вот такой как бы калидорчик прихожий вторая дверь металлическая тоже такая же дверь они не то что металлические они скорее всего из тонкого железа мобиты просто с двух сторон такие потолки то что площадь живой площадь мы говорили 47 квадратных метров по моему это площадь живого вот этого дома вот такая печка здесь такая печка вот я так понял как смотрели разобраться не могли сначала с печками чудо печки для нас были диковинка вот я как вроде печка топится дровами скорее всего а вот эта топка она топится углем здесь как поддувало идет и угли закладывается сверху через вот эти сюда уголь закладываются через вот эти штуки через ушки и топится вот такая первая комната вторая комнатка комнатки хорошие все здесь вот комнате духовка сделано печки все отремонтированы духовка внутри видно что новая заводская еще ни разу печка не топилась этой духовкой после ремонта здесь ремонт был сделан печей потолков побелены все потолки потолки ровные хорошие все было клеено все было клеено как говорится здесь ремонт был сделан проходим во вторую комнату вот это вторая комната ой третья комната да извините это третья комната то же самое ремонт сделан печка вот с этой стороны тут эти вьюшки чистить трубоходы вот такая вторая комнатка тоже все чистенько опрятненько ремонтик сделан окна закрыты ставнями окна правда деревянные двойные рамы стоят вот такая комнатка пойдемте дальше вот это третья комнатка четвертая уже это четвертая комната здесь тоже так же она поменьше самая маленькая комнатка как это для ребенка наверно она эта комнатка тут такая вот такая не духовочка а что-нибудь не знаю сушить на роли чего тут или чтоб тепло лучше сюда шло вот такой у нас обзор домика идем дальше смотреть вот эта черешня стоит сразу здесь под окном висят ягоды еще черешня правда уже отходит вот здесь как они называют бассейн это для накопления воды можно дождевой воды накапливать вот они по такому вот лотку крыши поступает сюда вода старые времена когда не был водопровода сюда привозили воду и воду сливали в эти бассейны для питья для нужд и они хранилась в этом бассейне вода тут полностью он весь цементированный дно цементированное все вон тонн на пять я так пригляделся примерно вот этот бассейн вот этот бассейн ну сразу тут при входе вот такой такая беседка сделана из винограда вот такая есть потом попозже мы дойдем до второго дома до кухни вот такая беседочка сделана из винограда здесь виноград растет ну конечно надо ухаживать за этим за всем видно что здесь все не ухоженное уже года год два наверно никто не ухаживает вот такие пристроечки здесь к дому вот дом здесь пристроечка вот такая к дому здесь под навесы не знаю что тут такое вообще здесь просто под навесик такой сделан может что-то сушить еще чего не знаю точно потом придумаем приспособление этого под навесы вот здесь рядом сразу же опа находится погреб вот такие старые ткалки стоят еще походу одна он рабочая наверное вот такие ткалки здесь погреб ну давайте спустимся в погреб посмотрим мы говорили что я все смотрел плохо замечательно так это затемно вот такой погреб здесь хранится старых хозяев еще консервация всякая погреб сухой скажу невлажный здесь сухо конденсата нету ничего нету здесь сырости тоже нету погреб квадратов наверно так раз два четыре шесть квадратов на 6 погреб высотой метр семьдесят полный рост я могу вставать вот такой погреб вот такой погреб идем дальше смотреть это как называется у них летняя кухня второй домик такая маленькая такая прихожка такая небольшая заходим дальше тут дверь сазата это уже новая обитая железом тонким вот такая кухня здесь видать готовят они летом то ли зимой ну скорее всего летом на рогатую то может и зимой готовят заходим в дом ну здесь дом еще нора квадратов на 20 комнат даже больше одна комната она просто разделяется печкой вот такой здесь не удивляет печки топятся закладываются дрова через вот эти штуки сюда прямо дрова закладывают и потом поджигают и они топятся я сначала когда увидел я не понял я смотрю вот печка стоит вхожу такой вот маленькая какая-то дверка так ее открываю раз опа замазана открываю вторую дверку как это смотрю это поддувало ясно думаю ладно обходим с этой стороны нет ничего с этой стороны только духовка тоже духовой ящик он новый еще видать не пользованный там внутри видно что еще он не обгорел там заводской все покраска может быть один раз все затапливали и не нашел куда пихать дрова я ходил такой смотрел смотрел это грудь что пошутили так что ли а потом нам соседи рассказали что у них есть такие печи что дрова закладываются сверху но это конечно надо будет переделывать это неудобно очень я думаю что здесь угол разломать в этом месте так раз и можно сделать нормальную дверцу стопкой под камнем вот здесь что-то сушить можно все вот такая комнатка ну здесь потолки уже пониже немножко здесь стоят так два пластиковых окна есть даже телефон он работает телефон стандартный стационарный вот такая вот такая комнатка корочка можно поставить перегородку разделить на две комнаты можно сделать здесь и три потому что площадь помещения ну прилично такая скажу можно и так разделить между окон можно и так разделить по печку здесь вот выход но он закрыт сейчас на данный момент туда это выход с той стороны будет сарайки потом зайдем покажу я вам так заходим сюда дальше еще вот здесь есть такая еще как бы тоже летняя кухня как бы тоже здесь готовят вот это точно летняя кухня скажу там наверное была зимняя тут наверное летняя вот такая кухонька в газ баллон газовый здесь баллонный газ стоит вот такая кухонька стоит вот рядом с домами напротив вот такая территория здесь еще под навесик небольшой тоже что то наверное тут можно делать я не знаю посмотрим конечно хлама мусора много на территории надо прибираться проходим дальше вот та дверь которая была с кухней с калидора она вот идет в это помещение мне как хозяева сказали что они здесь зимой вот эта дверь которая идет с комнаты здесь они раньше забивали птицу зимой в этом помещении вот такое помещение тоже большое приличное такое помещение если захотеть здесь тоже можно сделать комнату прибраться прибраться и тоже можно сделать комнату здесь будет здесь тоже комната вот здесь есть такая буржуечка печечка ну печку можно здесь и другую сделать и здесь тоже будет комната если захотеть можно сделать еще одну вот такие помещения места много дом большой пройдем хоз постройка вот это мы уже вышли на хоз двор называется с живого двора мы ушли вот здесь такие калиточки вот здесь уже хоз двор здесь вот как бы гараж который я уже показывал вам здесь гараж находится ну для машина сюда конечно не влезет как бы ремонтная ну сарай можно сказать для запчастей для чего-то ремонтировать что тут можно что-то делать вот такой сарайчик здесь есть сразу же здесь свинарник был здесь вот здесь был свинарник здесь держали свиньи возможно даже и коров в этом помещении держали потому что говорят что здесь они держали раньше коров не только поросят сюда я не пойду там тоже сарайчик такой там зерно хранили прочее прочее там да еще что-то он тут еще сарайчик тут тут надо тоже то ли поросят они держали то ли чего летом здесь вот такой душик был сделан летний но хозяева стали сняли бак видать с него уже и он стал без бака не рабочий душик в том есть вот такие ящики в которых они хранят зерно заглянем в ящик вот в этих ящиках хранят зерно вот таких ящиков здесь раз два три четыре пять шесть ящиков таких я тут насчитал вот видите они здесь хранят зерно здесь же в хоз дворе есть колодец там видно мусора правда много плавает ну весь вода для полива огорода вот здесь такой сарайчик я не знаю кого не тут держали потому что вот такая штука стоит для сена может быть кроликов держали может быть здесь бычков маленьких потому что скорее всего бычков держали здесь потому что кормушка вот эта слишком высоко старая огневая которая развалилась здесь наверное бычков держали маленьких в этом сарайчике вот здесь заходим сразу же рядышком вот такой большой загон для птицы вот такой большой загон для птицы сразу же есть вот выход птицы чтоб могла выходить открывать закрывать здесь птицы выходит заходит и вот здесь это для кур видать конечно надо после старых курс очистить убирать заряжу все это мыть курятники все очистить чтобы сюда своих кур запустить или свежих ласточка летает а тут ласточкино гнездо даже есть не знаю там кто есть нет мы трогать не будем беспокоить их пойдем дальше смотреть вот такой загон для кур очень большая территория хорошая нужно много птицы здесь держать это для кур проходим дальше вот здесь вот такая вот видите у меня стоит здесь машина прицеп сюда можно камаз рефрижератор загнать полностью он зайдет сюда а места хватит только лишь бы в ворота вписался вот здесь еще такой есть загончик для птицы тоже здесь уже скорее всего для уток было здесь как-то утки были у них ну утки и сейчас у них тут есть правда они брошенные утки я вам сейчас покажу этих уток вот 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 утки они как-то от старых хозяев остались вот эти утки ну наверное заберут еще они их потому что они хотели тут забрать дрова какие-то уголь вот я понял что это сарай под дрова вот здесь сарай для угля который уголь они наверное хотят забрать вот такой ну уголь конечно я не знаю он старый вот здесь так старый уголь я его просто на дорогу бы выкинул может быть вот здесь есть хороший уголек а вот здесь смотрите еще вот видите уточка сидит в гнезде я выхожу птенцов не будем беспокоить пускай сидит это вот третья утка у них которая осталась от них здесь вот такие сарайчики для дровяников дровяник дровяник под дрова здесь раньше тоже что-то видать держали тоже какие-то отсеки тут сделаны здесь может быть кроликов и не держали скорее всего ну надо порядок наводить сами видите беспорядок полный хлам доски все это валяется прохожу еле-еле ну все это нужно руки прикладывать вот здесь тоже охранят они зерно вот видите здесь хранят зерно здесь овес везде где-то кукуруза есть вот здесь правда вот таким заборчиком все таки все карабицей забор повалился надо его поправить потом ну то туда уже в огород огород правда весь заросший сейчас сейчас мы пройдем в огород я вам покажу огород сколько размер огорода еще так вот я говорю вот здесь вот сюда вот до сюда до огорода тут камаз лезет режиссератор целый все это надо выкосить навести порядок здесь под машину сделать под навес пойдемте сами пройдем в огород вот здесь выход в огород есть калитка стоит ну здесь слишком много травы пойдем с другой стороны я вам покажу еще там кое-что зайдем с другой стороны в огород вот это их собачка которая тоже останется на ранам потому что ее брать никто не хочет забирать бросать жалко животное вот здесь как я говорю вам беседка из винограда проходим в огород вот здесь мы уже заходим в огород вот здесь сразу яблонька такая растет орех и вот там туалет у них сделан на улице ну или сто лет сделан вот сюда можно еще пройти посмотреть тут вот я посмотрел стоит стол такой с тисками железный для ремонта вот еще какое-то дерево не знаю чего на нем растет ну что-то на нем растет посмотрим что вырастет потом узнаем как это все называется вот видите с бардака много конечно прибираться надо все а вот еще по ходу как наподобие тоже персика абрикос да вот это дерево абрикос это старый правда это правда старый очень абрикос вот на нем плодов много очень но мы сначала посадим молодые деревья потом начнем убирать старые деревья когда начнут нам молодые плоды приносить потом уже будем убирать старые я вот смотрю у них тут заведено ростить крыжовник скрещенный со смородиной вот мода у них тут ростить крыжовник скрещенный со смородиной вот заходим сюда вот это все территория наша вот это огород огород здесь когда-то раньше что-то они ростили ну скорее всего может быть в том году еще что-то ростили тут видно чеснок прошлогодний пачками взошел грядочка была там дальше укропа вот мы видим все это наш огород вот здесь лук видать ростили они когда-то лук растет где-то я еще свеклу увидел растет на грязке это прошлогодняя видать зашла тоже вот здесь была пшеница вчера вчера она еще была сегодня вечером ее убрали это тоже все наше поле тоже наш весь огород вот туда до конца до крыжовника вот это все тоже наша земля у нас соседи спрашивают уже будем ли мы садить что-то на этой земле будем ли это сажать мы пока им ответа ничего не дали они спрашивают заранее за счет того чтобы здесь посадить пшеницу наверное засеять идем вот такое длинное поле вот это 70 соток вот туда можно разбежаться тут можно самому наследить пшеница овса все что хотите и вот мы дошли до поля подсолнечного вот до сюда вот это все наша приватизированная вся наша приватизированная земля вот до этой дороги здесь подсолнечная дверь уже колхозное поле идет вот посмотрите как это много вот это все наша земля ну мы когда перейдем и подумаем конечно по поводу этого поля вопросов у меня много конечно может быть тоже засеем пшеницей ну хотим развести свой сад огород посадить молодой виноград все это высадить как только дом оформим полностью так начнем выкашивать дрову здесь приводить огород в порядок и все прочее прочее вот такая красота вот просто красотища смотрите как здесь красиво вот с этой стороны поля соседей земля а с этой стороны земля наша ну забора между соседей здесь нету поле только травы здесь тут у нас скашивать убирать ужас 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 так до ЧК дошли грядка когда-то была очистенком в том году наверно не убрали урожай и в сей год он пророс вот такое поле у нас большое орех крупный здесь очень очень крупный орех потому что мы видели намного мельче орехи тут орехи вообще крупные орехи вообще крупные вот тут вишня тут вишня много еще кустов вот такой двор вот такой обзор я вам снял здесь конечно очень много надо еще наводить порядку прикладывать руки видно что здесь запустение вот эти все большие деревья на пилить на дрова это акация акация тополя тут есть большие ну я не знаю как вам обзор нашего двора конечно конечно я с вами прогулялся я скажу что я уже устал ходить по двору очень большая территория очень большая я даже не ожидал от такой большой территории что мы сможем купить столько земли ну можно будет строиться можно будет построить новый дом можно будет много чего здесь сделать вырастить вот кирпич старый какой-то еще валяется надо наведить порядки надо наводить порядки будем дрова большие спиливать весь мусор на дрова пилить ахутята какие сидят вот какие утки сидят вот какие утки сидят вот так то вот так то радуется обхаживает утку обхаживает ну пишите комментарии какие у вас мнения по поводу нашей покупки ждите наших новых видео будем рады новым знакомым которые новые люди на нас подписались ставьте лайки дизлайки пишите любые комментарии мы будем рады любым комментариям не стесняйтесь и нет мы не а Продолжение следует...